Бакинский Приморский Бульвар Зимой, вы знаете, бывает дождь, снег, холодно бывает, поэтому есть некоторые деревья, которые боятся холода, мы их укрываем, мы уже дали старт этим работам. Потом у нас есть техника, которая во время снега, во время гололеда нам нужна, мы их подготавливаем сейчас к работе. У нас зимой ожидает Новый годный праздник, поэтому мы каждый год этому специально готовимся, и в этом году мы планируем в нескольких местах поставить елки. С каждой елкой будет Дед Мороз, снегурочка, и мы в этот период за несколько дней до Нового года и после Нового годного вечера будем работать в усиленном порядке. С понижением температуры на Приморском Бульваре стало возможным по утрам или вечерам увидеть любителей порыбачить, не выезжая из города. Ныне любительское рыболовство, пожалуй, самый массовый и популярный вид активного отдыха. Замечено, что человек, однажды взявшись за удилище, больше никогда не сможет забыть азарт рыбалки. На бульваре всегда было рыбаков, любителей, они на разных частях бульвара ловили свою рыбу, но они очень мешали горожанам, которые отдыхают, особенно детям, особенно пожилым людям, которые проходили рядом. Поэтому наше управление решило на новой части бульвара, где была эстакада, мы его отремонтировали, создали все условия. Здесь очень много скамеек, мусорных ящиков, все удобства есть для них, и вот это место мы уделили только рыбакам. Об особой магии бульвара пишут и говорят уже более ста лет. Он притягивает не только взрослых, но и детей. И здесь множество качелей, каруселей, автодромов и других современных аттракционов. К примеру, в марте этого года появилось еще одно колесо обозрения высотой 60 метров. Аттракцион открыт с раннего утра и до поздней ночи и работает даже для одного клиента. Новое колесо обозрения столицы Актракцион Панорама уже успел полюбиться многим жителям и гостям Баку. Аттракцион пользуется большой популярностью, при том колесо всесезонное, и на нем можно кататься любой с гордом в любую погоду и летом, и зимой. Строительство колесо обозрения по проекту голландской компании Dutch Wells началось в сентябре 2013 года. До этого времени в Баку уже действовало колесо обозрения, высота которого составила всего 30 метров. Нынешнее же колесо высотой превышает предыдущее в два раза. Более того, система управления колесом полностью автоматизирована, и управлять им, по сути, может один человек. Она зимой отапливается, летом прохладно, кондиционер работает. Двери, они очень герметичные. Никакой посетитель не может его открывать, сам закрывать. Это делается автоматически, как в метро. Поэтому безопасность на 100%. График у нас не меняется. График летом начинается здесь с утра, и до поздно ночи, до 12 часов ночи, до часа ночи, пока есть посетители. Но зимой тоже работники с утра до ночи бывают здесь. Если посетители есть, карусель работает. Если никого нет, она стоит. Колесо движется довольно-таки медленно. Полный оборот оно совершает в среднем за 15 минут. Но этого времени, честно говоря, не хватает. Желание увидеть мир с высоты птичьего полета всегда было присуще человеку. Поднявшись ввысь, человек может оценить уникальность и красоту места, где находится. Сегодня Баку вновь предстал перед нами полные энергии и красоты. С высоты птичьего полета. Камила Алиева, Заур Мусаев, Азартач. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова